Уважаемые родители, уважаемые коллеги, продолжаем наши прямые эфиры. Сегодня у нас будет прямой эфир по коррекции. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Итак, стереотипные движения, как избавиться или хотя бы уменьшить, как правильно отвлекать ребенка от стереотипных движений, так чтобы он не нервничал. Ну, во-первых, избавляться от них не надо, как же ваш ребеночек тогда будет выражать свои эмоции, особенно если он безречевой. Насчет уменьшить нам нужно разобраться все-таки, с чем связаны данные стереотипные движения. Ребенку скучно, он нервничает, радуется или просто привлекает внимание. Уже исходя из этих ситуаций, мы смотрим определенные варианты того, как разрешать вот эту ситуацию стереотипными движениями. То есть, если у него много свободного времени, ему скучно, поэтому у него начинается стимминг, то нужно структурировать его свободное время. Обучать его более продуктивным видам деятельности. Если мы говорим о том, что он тревожен, то, соответственно, необходимо взаимодействовать, обучать его более спокойным реакциям. Ну, например, при помощи социальных историй. То есть, ну, в принципе, то, с чем может спокойно справиться любой прикладной аналитик. Если у него ненасыщенная сенсорная среда, и у него развивается стимминг, какие-то такие вот стимуляции именно сенсорной среды, значит, ему необходимо ее насытить. Допустим, там, купить гамак, падут, качели, все что угодно. Вот у нас в кабинете, например, стоит падут. Именно как раз для этих целей. И для детишек также его там используют как определенный мотивационный стим. Соответственно, если мы не можем определить, в чем дело, а стиминг есть, но мы можем это перевести в более-таки социально, так скажем, социально правильные варианты. Да, дать ему спиннер, например, ребеночку пусть крутит, либо поощрять то, что он будет держать руки в карманах. То есть тут нужно в обязательном порядке понять, что приводит к стереотипным движениям, и уже исходя из этого ориентироваться в том, как их уменьшить. Что касается правильно отвлекать, если вы ребеночку приложите, соответственно, что-то более интересное, то он сам спокойно абсолютно переключится в свои стереотипные движения. Ребенок бегает на носочках, как его можно приземлить? Ну, это хороший вопрос, это вопрос в большей степени касается, конечно, гипертонуса, потому что если у нас ребеночек бегает на носочках, нам нужно в первую очередь смотреть это направление. То есть необходимо консультация невролога, уже исходя из консультации невролога, мы можем ориентироваться на разные варианты, допустим, там, физиотерапевтического воздействия, все зависит от того, насколько оно возможно. Допустим, варианты, там, медикаментозной терапии, минимальных доз, тех же миорелаксантов, ну и также идти уже довольно-таки традиционным путем, путем массажа, либо занятий кинезотерапией. И также кинезотерапии я бы отнес вопрос третий, может ли физическое развитие ребенка помочь в коррекции аутизма. На этот вопрос бы я ответил следующим образом на то, что может в правильных руках, так скажем, при хорошем специалисте, который будет физическим развитием заниматься, заниматься с ребеночком той же кинезотерапией, развивать его и сенсорное направление, и мышечный корсет, и все-все те направления, с которыми работают, соответственно, специалисты по кинезотерапии. Вот такой у нас сегодня небольшой будет прямой эфир. У меня сейчас скоро начинается очередной прием. Спасибо вам за внимание. Пишите под постом, который я сейчас опубликую, свои вопросы для следующих прямых эфиров. Также можете писать в директ. Также ваши вопросы. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим деткам. До следующей встречи.